И на мой взгляд Россию не сломить. Я не представляю, что это возможно. Иногда на Западе мы неверно принимаем скорбь за слабость. Мы неверно трактуем слезы русских по погибшим. Что слезы говорят о том, что русские хотят прекратить воевать. Я полагаю наоборот, они оплакивают погибших, поскольку знают, это не последняя жертва, ибо нужно прийти к победе. И поскольку русские не склонны разбрасываться жизнями, в России не пренебрегают человеческой жизнью. Даже украинцы и американцы признают, что Россия заботится о своих солдатах больше, чем на Западе о своих. Но это не признак слабости. Вот что очень важно. Важно отметить, русская человечность это не признак слабости, это показатель силы. И стойкость России абсолютно реальна. Этот факт нельзя игнорировать, когда говорим об этом конфликте. Скотт, было выпадение. Я вернулся? Да, вернулся. Окей. Очевидно, нас ЦРУ слушает и решили подрезать сигнал. Ну да ладно. Я хотел сказать, что русские никогда не включали победу в график. Не говорили, мы должны победить к этой дате. А НАТО и Украина, в свою очередь, постоянно намечают сроки. Мы должны добиться результата к этому времени, должны успеть, и никогда не успевают. Так что Украина и НАТО постоянно спотыкаются о свой календарный план, который никогда не будет выполнен. Россия говорит, мы просто должны выполнить миссию. Склонен верить, Россия ее выполнит. Когда это случится? Сложно сказать. Я все еще оптимистичен, что у России есть возможность нанести Украине военное поражение к концу лета-началу осени этого года. Сложно сказать.